всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами одной фишкой точнее одной такой скрытой функцией про которую не все знают и я поймался на мысли что я тоже довольно большое количество лет ей вообще не пользовался до тех пор пока не столкнулся с надобностью и вспомнил про нее ну обо всем по порядку давайте начнем вспомним про что пройдет речь в этом ролике снова я буду говорить про маркету для тех кто не знает это такой инструмент который по умолчанию назначен на команд клик то есть мы нажимаем команды у нас он появляется вот такой плюсик это мульти задачный инструмент может делать много разных вещей причем в разных редакторах в разных меню он прям автоматизацию может там создавать четыре точки допустим и так далее ну то есть напомню неоднократно про него рассказывал их курсах и видео и часто пользуюсь им можно быстро разрезать то есть двойным щелчком в любом месте можно какую-то конкретную зону выделить щелкнуть можно наоборот зажать общины просто вытащить то есть не разрезая здесь вытащить какую-то часть аудио региона куда-то ну или меди региона ну то есть такой мульти мульти задачный инструмент довольно полезный при редактировании перемещении в вырезании и так далее но бывают разные ситуации вот когда я вспомню про этот инструмент у меня было довольно большое количество дорожек но здесь в этом проекте их не так много но вот прям много у меня было там порядка 40 дорожек и мне нужно было сразу разом выделить часть ее точечно перенести в нужное место причем на всех дорожках ну конечно можно было бы сгруппировать эти треки то есть добавить их в группу в общую все треки в группе вы в настройках выбрать редактирование и соответственно в редактируя на одном треке у меня все то же самое делалось бы на другом но иногда это не так удобно и не так быстро плюс есть свои нюансы но есть одна скрытая функция в которой я вам сейчас покажу вы уже прошли продвинутый курс по logic pro ну или просто знаете лоджик как свои пять пальцев но вам хочется погрузиться в практику и узнать какие еще возможности таит себе этот секвенсор что же серия курсов logic pro на практике создана специально для вас в курсах данной категории мы разберем отдельные элементы редакторы возможности секвенсор logic pro и что самое главное закрепим применение этих инструментов на конкретной практике после изучения курсов данной категории вы заметно расширите ваш кругозор по работе со звуком и созданию музыки а все что для этого нужно уже есть самом секвенсоре logic pro настало время переходить к практике коллега начни прямо сейчас итак давайте вам покажу эту функцию значит если я например хочу выделить все треки у меня так нужно куда-то листать мотать все сбивается это неудобно более того если я сейчас вот мышку отпустил я ничего со своим вот этим выделением марки тула сделать не смогут мне нужно будет заново брать и заново выделять если хочу например сделать побольше или например сейчас я понял что я не хочу вот здесь хочу вот сюда чуть-чуть сдвинуть эту границу мне придется опять заново вот это все протягивать причем иногда бывает хочется как-то точечно подстроить то есть зажимаю control параллельно то есть много нюансов которые вот одновременно держали голове неудобно поэтому что можно сделать можно включить зажать клавишу здесь на кнопку вью нажать и здесь есть такая вот функция марки рулер у нее нет по умолчанию горячих клавиш поэтому она вызывается отсюда можно и назначить конечно клавиши горячие но по умолчанию их нет вот мы нажимаем и вот здесь вверху едва заметно под вот этой тактовой сеткой у нас появляется вот такая вот строка черная на которой по сути мы можем взаимодействовать с выделением марки tool то есть я могу здесь его изменить постфактум пусть я сейчас вообще не держу не клавишу команд ничего то есть я просто уже постфактум сделал выделение я могу таким образом изменить марки тул то есть это очень удобно то есть могу передвинуть какое-то место то есть захочу что-то другое померить кстати таким образом можно какие-то равные доли нестандартные вырезать то есть вы один раз можете выделить например там какую-то какую-то часть обрезать например тут и допустим выделить то же самую часть здесь и перенести ее на какую другую часть и замерить например отмерить то же самое вы вырезать вот здесь и например поменять местами в равной степени то есть дальше уже сценарий можно разные придумывать которые нужны но самое главное что здесь именно удобства в этом то есть я могу например сделать выделение на всех своих треках допустим и потом уже здесь постфактум могу как-то это все дело поменять передвинуть изменить также кликнуть просто перенести например всю эту часть опять что-то выделить поменять это выделение то есть таким образом можно очень удобно взаимодействие с марки тулом то есть не только удерживая команд клик а вот в разными сценариями пользоваться так что имейте ввиду то есть такая вот функция есть напомню она нас находится в закладке view по умолчанию на отключена включается вот здесь установлением этой галочки и после чего мы можем уже более углубленно взаимодействовать с марки тул и конечно же менять границы как-то их раздвигать сужать и так далее вот в общем такая полезная функция кто не знал пишите в комментариях интересно полезно вам будет будете ли использовать те кто знал и забыл например как я тоже пишите вспомнили ли эту функцию ну или может кто-то прям каждый день этим пользуется тоже напишите я буду приятно удивлен что ж на этом у нас сегодня все такое коротенькое видео получилось но надеюсь было полезно а я напоминаю что у нас на нашем youtube канале ролики выходят каждое воскресенье поэтому обязательно подписывайтесь чтобы не пропускать новости не пропускать видео по полезным функциям фишкам как лоджика так и разных инструментов и плагинов всегда будьте на связи я всегда доступен в том же самом telegram чате в нашем если вы еще не там то подключайтесь ссылка будет в описании к этому ролику мы всегда там на связи много уже участников все друг друга поддерживают всегда отвечаем на вопросы и по самым интересным вопросам я снимаю в том числе видео ответы на данном youtube канале поэтому всех приглашаю вступайте общайтесь и самое главное применяйте все знания на практике ну что ж с вами был дмитрий русул увидимся с вами следующих видео всем пока